добрый день дорогие друзья с вами капля мы продолжаем говорить о второй половине периода успеха в этот период мы также понимаем еще одну очень важную вещь мы понимаем что наши достижения они не особо важны для нас важно не то чего мы достигли важно что мы после себя оставим что будут помнить о нас люди что будут говорить о нас близкие что потомки скажут о нас для нас этот период на первое место выходит не достижение не успех как это было в первой половине а наследие что я оставлю и мы начинаем потихонечку работать на это мы говорим не только о наследии для своих детей мы говорим о том наследие которое мы оставим ну допустим для нашей семьи для нашего дома для нашего города для нашей страны и тут приходит мягко говоря определенное разочарование потому что ты понимаешь что ты чего-то достиг но после тебя ничего не останется и разговаривал с одним успешным адвокатом который помог многим фирмам он такой юрист в сфере хозяйственного права он решает многие вопросы он возвращает деньги и так далее то есть там очень и он очень авторитетен очень важный человек своем бизнесе а когда мы стали разговаривать я задал ему вопрос что после тебя останется я помог многим фирмам но что ты достиг высот ты стал одним из самых уважаемых юристов в этой стране но что после тебя останется ты достаточно богат у тебя хороший дом у тебя хорошая машина но что останется сыном он не хочет быть юристом твой сын не будет юристом он хочет быть музыкантом то есть какое наследие ты ему оставишь и он задумался он сказал если меня не станет все разрушится мой авторитет умрет через несколько лет мое имя забудут еще быстрее что я могу оставить людям тебе нужно вкладываться в то что останется после тебя не в те достижения победы временные которые просто развивает ветром времени не нужно вложиться в то что останется навсегда своих детей это наверное одно из самых мощных вложений потому что они будут продолжать нести и нести не твой юридический багаж не твой богословское образование и твое положение в бизнесе и даже не твои деньги они понесут твои ценности я думаю что каждый из нас должен вложить в собственных детей те вечные ценности которые они понесу дальше это делает великими не только людей а